Поехали дальше. Это пудры, очень бюджетные. Арт-визаж, это подарок из Таиланда. Вот там рассыпчатая буржуа, которая представляет из себя два оттенка. Светлее, темнее, там Макс Фактор. Такой на лето более темноватый. И это пудрочка от Wet n Vile. А это бронзирующие пудры. И вот этот даже может выступать как хайлайтер. Это тоже лимитированная колорама. Очень великатная подсветка. Классно, в общем, берегу, очень хорошо работает. Так, значит, девочки, чтобы косметика не портилась годами, обрабатывайте ее спиртом. То есть наливайте в распылитель, в пульверизатор, что-нибудь градусов, так это 40. И после того, как вы попользовались какое-то время, особенно если вы проф или стремитесь к проф, после каждой процедуры, после каждой работы рекомендуется обрабатывать алкоголем. И тогда с вашими продуктами годами, особенно с этими прессованными, тенями, пудрами, румяными, ничего не будет. Все будет супер. Проблема с кремовыми продуктами. Они портятся, они адски портятся. Но это как бы то, что вот здесь, значит, огромный плюс красивое зеркало, которое вы будете тебе казаться красивой всегда. Это такой отпускной вариант. Это очень классно. И это тоже очень классно. Значит, здесь тоже все супер. Это я, посмотрите, дотерла до какого состояния. Это Катрис, Алабон, Катрис и Мейберин. Поехали дальше. Это моя небольшая коллекция нюдовых палеток. Они здесь все разные. И первый вопрос, который у вас возникнет, а чем же там, в чем же существенная разница? То есть, почему за одно мы платим в тысячах рублей, а за другое мы платим там 100 рублей. Да, например, там 100-300. А еще что я могу сказать вам, девочки? В какой-то мере вы платите за бренд, но еще в какой-то мере вы платите за содержание. Потому что то, что касается синие, давайте не будем спорить. Синие, которые разработаны, недорогие. Достаточно плохо есть синие, которые недорогие, но они работают очень хорошо. И поэтому здесь я просто быстренько пробегусь по названиям, а вы уже сами будете делать для себя выводы. И начнем с самых бюджетных и самых недорогих. И постепенно перейдем в разряд таких классных, таких совсем, как надо. Значит, вот такая алиментированная коллекция теней кремовых с названием, по-моему, смок, если я не ошибаюсь. В общем, черная эта хрень не работает. Приходилось брать мебель в основу, тогда еще куда ни шло. Сама вот эта вот основка. Может быть, то, что это было летом, я пользовалась. Ну, в общем, ягоды черной больше не прикасаются. Она кремовая. Остальное все очень хорошо. У них чайшие тени. Просто сказочные, мягчайшие. Пигментированные. Все супер. Wet n Wild палеточка. Даст вам такой с холодным подтоном натуральной мейки. По наклаиванию вы можете все это дело увеличить и усилить. Хорошая палетка. Китайцы сейчас выпускают аналог. Точный, только там такие более чуть-чуть длинные тени. Нюдос продается везде. От 700 до 900 она стоит на территории России. Причем в Москве, там, где зарплаты выше, она стоит 700 на 700. А у нас она, значит, подштукаривала. Вот от Сибири, где зарплаты в 10 раз ниже. Так, просто, чтобы вы были в курсе. Значит, новый бренд, который совсем недавно появился. Лично я его нашла весной, да, прошлой весной. Та же самая история. Те же натуральные оттенки. В общем, все хорошо. Это я показывала в пудрах, но это можно пользоваться как тени. Это я показывала в теме коррекции брови и тени. Это многофункциональный продукт. Это самая вообще топовая, нашумевшая палетка Т-22, если я не ошибаюсь. Да, 22. Значит, это продукты, вот они. От Avancen. Они тоже многофункциональные. Тут и хайлайтеры, как тени, как коррекции, как румяна. Их можно использовать. Такая, получается, в кармашке такая целая макияжная история. И вот палеточка Лорак. Я ее когда показывала, не могла найти базу. Вот я вам показываю ее с базой. Это тревел-вариант. Никакой пигментации. Все натурально, естественно. Ничерта не будет видно, если вы фотографируетесь. В общем, я купила ее под влиянием YouTube. И пусть она будет для коллекции, но скорее как напоминание мне, что не на всю рекламу на YouTube нужно вести. Чего, кстати, я и вам советую. И сейчас я покажу парочку классных подделок, которые я купила в своем городе. И от которых я просто, блин, я вообще-то, я просто в чумовейшем каком-то восторге. И снова как бы синие. Это Лили Кантани. Очень сильно пигментированный. Очень стойкий на хорошей базе, даже в летнюю жару. Политка стоит 90 рублей. Значит, это фейк. Мак называется. Ну, у меня такое ощущение, что, знаете, китайцы взяли формулу, по которой на их заводах Мак льет свою продукцию. И, значит, сделали свою интерпретацию. Вполне возможно, так еще выходят пробники для визажистов. Вот продается такой вот в упаковочке. Все тут написано хорошо. Все прям выглядит как настоящее. Но, не знаю, вообще сами тени по себе очень хорошие. Вот так выглядит новая палетка. Вот так выглядит палетка уже такая поюзанная. Это тени ВОВ. Им 150 лет будет, наверное, очень скоро. Но пока они в порядке. Никаких отдушек, запахов в левых не появилось. Все хорошо. И сейчас, пока у меня все раскрыто и открыто, я буду снимать раздел про тени от Ильи, потому что я уже давным-давно собиралась. Я вам сейчас покажу все эти свои тенюшки, потому что у меня целых аж 5 палеток. Ссылочку на отдельную историю про тени от Ильи я оставлю. Субтитры сделал DimaTorzok